МИГ-29 СМТ Один из лучших истребителей мира И сегодня я попробую на нем полетать Точнее на его тренажере Но перед этим хочу рассказать про сайт Небо в подарок Если вы хотите сделать действительно оригинальный подарок своим близким Здесь вы найдете подарочные сертификаты для полетов На всем, что только может летать Сертификат в подарочной упаковке будет доставлен по вашему адресу А цены ниже, чем вы могли себе представить Ссылка в описании Много на чем мне удавалось полетать, посидеть Но вот в кабине МИГ-29 я впервые Итак, Сергей, Сергей летчик И он будет моим инструктором В общем, наша задача сделать простейший вылет Взлететь по коробочке, развернуться И совершить благополучную посадку А вот такие панели, это сейчас во всех самолетах устанавливаются наши? Электронные? Да Это мультифункциональные индикаторы, они используются сейчас практически на всех самолетах Как на военных, так и гражданских Ну то есть это не то, чтобы для тренажера какое-то исключение Вот летчики летают Это не исключение, летчики летают именно с такими же дисплеями, без всяких изменений Тренажер повторяет полностью в один в один кабину пилота А усилие, которое на ручках, на управлении двигателя, на педалях, оно такое же, как в реальном самолетах? Усилие, да, такое же, как в реальном самолетах Загружаются То есть, я так понимаю, что здесь можно реально научиться летать? Здесь вы можете подготовиться к полету Здесь вы учитесь правильно распределять внимание Замечать свои ошибки и, соответственно, их исправлять Потому что в воздухе вы уже не сможете их исправить Почему? У меня всегда есть вот дверь замечательной красной ручки Вот, посмотри Если сейчас я дерну, я в потолок не увлечу, интересно? Не должны Ну, была не была А, надо же сильно тянуть, да? Как бы в реале Ну ладно, не будем рисковать Итак, можно ли его запустить, прямо уже находясь в кабине? Здесь где-то ключ, который повернул, и поехал Вы можете произвести запуск из кабины? Ну, допустим, у меня есть аккумулятор и есть топливо, а у вас есть знания Что надо нажать, чтобы двигатели запустились? Надо проверить внизу, у нас есть 10 вольтметр Проверить, чтобы напряжение ткани было 28 вольт 22 вольт Далее вы контролируете, подключаете, включаете с правой стороны все необходимое Тумблеры? Тумблеры, да Тынг, тынг, тынг Вы производите с правой стороны запуск А, вот я вижу, кнопку запуск на земле В ручном, так же, автоматическом режиме То есть, если я вот эту кнопку нажимаю, запуск на земле, то у меня в автоматическом режиме происходит запуск Двух двигателей Сначала правого, потом и делом То есть, так, для взлета мне нужно выпустить закрылки, правильно я понимаю? Да Где у нас закрылки? Закрылки с левой стороны А, все, вот вижу Только одно, да, положение? Да, одно положение Так, закрылки пошли Конечно, все-таки боевой истребитель не для людей ростом 198 сантиметров Это факт Тесновато, да, я себе сам перекрываю обзор А на реальном самолете это все механическое, да, то есть они дублирующие идут? Да, это дублирующие, механические приборы, нет цифровые Понятно Так, значит, 20, то есть 15 градусов угол атаки, красная зона Если вы делаете пилотаж, то не превышайте 15 градусов Туда не залезать, понятно Ну что, попробуем взлететь В принципе, разрешите взлет Взлет разрешен На форсаже нужно взлетать? Да, может взлетать на любом режиме Это зависит от веса самолета Но сейчас может взлететь И без форсажа Нет, сейчас не форсаж Сейчас, вот, еще есть форсаж По полосе я держу самолет педалями Вы держите направление, да, берете плавную ручку на себя и смотрит взлетать Дальше идет уборка шасси Уборка шасси, есть уборка шасси Закрылки, мы уже опоздали Скорость большая Скорость, видите, у вас растет Зависит от задачи Если полет по кругу, то выполняйте полет по кругу Так, я хотел бы переключить вот сюда Форсаж Сейчас мы летим на форсаже Вот это вот 620 Это у нас такой расход топлива идет Да, сейчас у нас 630 640 килограммов топлива в минуту То есть это 60 ведер керосина Надо заливать в минуту в эту топку Так, если мы убираем форсаж То мы выходим в обычный режим, да, двигателя И у нас сразу расход топлива сократился в 4 раза, даже больше То есть теперь мы на полном газу тратим 140 килограммов в минуту Взлетный режим так называют Взлетный режим Следим за углом атаки Это же истребитель, по идее, он же может летать Можете большой сделать А, вот, у меня 15 Угл атаки, многовато Мы сейчас идем к состежению Вертикальные 20 метров в секунду Слушайте, ну вот, имея небольшой опыт управления Маленькими самолетами, ну, реальными Ну, в принципе, мне все логично Так, ну что Попробуем сделать что-нибудь эдакое Это просто переворот называется Это переворот? Не до конца, не до крыльки Я знаю, я вижу А вот в данной ситуации Весотомер как работает? Падает То есть он падает А у нас высота уже 200 метров Сейчас мы грежем Ну, это барометрический, да, высотомер? Да Подавление Да, вот Сейчас мы идем На высоте 50 метров 30-20 Да, уверенно в землю Уверенно в землю Верх ногами причем Как Навиа шел Устойчивость у боевых самолетов современных Она тоже обеспечена с помощью компьютера То есть мне сейчас какой-то компьютер помогает? Да, в данном случае компьютер помогает И с условием устойчивости и управляемости Если вы управляете ручкой, то еще вам в помощь до ЦВМ работает Вычислительная машина, которая смотрит, какие движения выводит И она чуть-чуть вас подправляет Развернулись Вон я вижу полосу На посадку вы должны заходить У вас скорость в районе 350, на 80 метров 320, 50 метров 310 Касание? Касание на скорости 260-270 км в час В зависимости от метеоуслони 20 метров 305 скорость 290 Сейчас идем ниже к облицаде Надо чуть ниже Добавить что-то на газа Нет, добавлять не надо И мы на правую сторону полосы садимся Поэтому можно Левый крен Сейчас правый крен Все, касание? Малый газ Малый газ есть? Парашют есть И на скорости Сейчас у нас ограничение 10.15 Начинаем тормозить Уже ручником Можно тормозить Ручной тормозит И выдерживаем направление По классу Ну, эта же посадка была В режимах Допустимых? Нет, эта посадка была В недопустимых режимах Потому что мы шли не по грязани Мы шли намного ниже Соответственно Ну, здесь же деревьев нет никаких Деревьев нет Все сели Ну, то есть Давайте представим себе Такую ситуацию Случился зомби-апокалипсис Никого нет Надо куда-то лететь Вот Нажимаю кнопку запуска двигателя Выкатываюсь на взлетную полосу Взлетаю И, в принципе, у меня есть шанс Долететь Спасти свою жизнь Не угрозных при этом самолет Ну, есть шансы некоторые Почему всегда? Как говорят 50-50 Ну, я думаю Если бы я был за штурвалом Реального самолета Вряд ли бы я стал лететь Кверху пузом На высоте 30 метров И пытался Перед полетелом в бочку Если потренируетесь Может быть у вас и получится Так слетать Хорошо бы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому